Подготовка к 6-му Восточному экономическому форуму завершается. Совсем скоро на Русском острове соберутся тысячи зарубежных и российских участников. Вы знаете, Дальний Восток во многом стал такой экспериментальной площадкой. Очень много из того, что на Дальнем Востоке создавалось в качестве мер по поддержке инвестиций, это и территория опережающего развития, и электронная виза, и целая других мер. Это хорошо, потому что мы чувствуем, что мы не только Дальний Восток поднимаем, но мы все-таки создаем какие-то инструменты, востребованные для развития всей нашей Родины. 20 тысяч человек работают над тем, чтобы форум прошел на достойном уровне. На огромной территории студенческого городка десятки залов, конференц-центров и кабинетов для переговоров. В приоритете – безопасность. Кто проходит на территорию, сдают ПЦР-тесты. Повсюду автоматические санитайзеры, а в помещениях строгий масочный режим. Мир поменялся, поэтому и форум тоже в этом направлении поменялся. Вот мы новые возможности в изменившемся мире, вот эта вот тема форума. Поэтому здесь все, что связано с тем, как мы осознаем то, что случилось, как мы будем работать дальше, об этом форуме, но в привязке, конечно, конкретно к территории, к развитию Дальнего Востока. Традиционная самая яркая часть Восточного экономического форума – улица Дальнего Востока. Каждый субъект на километровой набережной построил огромные павильоны. Все эти капитальные строения оставят. Они будут открыты для приморцев и туристов. Когда мы этот проект реализуем, когда мы вместе с оргкомитетом, со всеми участвующими в этом проекте добиваемся успеха, это такой пройденный вызов, как Олимпиада. Освещать события форума будут сотни российских и иностранных журналистов. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.